Друзья, приветствую! Вторая часть видео про масло Сергея Шумахера. В сегодняшнем видео я проверю масло Shell Helix HX8 ECT 530 и масло Shell Helix Ultra AML Professional тоже 530. Оба масла C3. Ну и давайте приступим. Первым делом я проверю естественно образец свежего масла, который предоставил Сергей. Это масло. Эталон я делал из масла из бочки, приобретенного в Питере, поэтому сравним одно с другим. Ну и смотрите, по присадкам 121 процент, больше значительно, щелочное чуть повыше. В эталоне было 1.9, здесь 2.01 и эталон я создавал 8.5, щелочное здесь 9, в общем-то. Ну, в принципе, близко. То есть, возможно, что этот образец чуть-чуть пожирнее был там попозже выпуск или какая-то партия, может быть. Ну, по крайней мере, я так думаю. Все, значит, свежее я проверил. Сейчас проверю отработку. Ну, видите, это Cerato 2011 года, 1.6, 126 сил, 3.5 объем масла, 115 тысяч. Так, смотрите, значит, есть небольшая сработка противоизносных присадок, там сколько? 65, по-моему, процентов. А, 55 процентов. Гликоля нет, сажи 0.04, значит, 2.88 кислотная растет и 5.3 щелочное. В общем-то, можно сказать, нормально. В этом масле есть эстеры, поэтому противоизноска не так критична. Срабатывание эстеры выполняют части функции, обеспечивают эту термическую пленку очень-очень прочную. Далее посмотрим, что произошло с вязкостью на данном пробеге. Оба масла с пробегом 234 моточаса. Ну, рассчитано по средней скорости. Давайте посмотрим. Да, есть разжижение, но небольшое. Разжижение 20 процентов от максимального. В принципе, нормально. Скорость здесь на данном масле 22 км в час. Это зима. То есть, абсолютно нормально масло себя ведет. Небольшое разжижение. Все как бы супер. Следующее масло. Переходим. Это вот подписанный, видите, АМЛ. Профессионал. Также свежего, но данного образца у меня не было. Вернее, был. Раньше я делал. Но в старой прошивке все пропало. Поэтому я делаю по новой. Обновляю спектр данного масла на болванке, заранее созданный. Сейчас посмотрим, что намеряет прибор по этому спектру. Ну, и здесь очень интересный момент выяснился. Мы с Сергеем списывались. Значит, вот такая спектрограмма. Сейчас я выделю ступеньку эстеровую. Но видите, она небольшая. Здесь в пределах двух процентов эстеров, в принципе, есть. Ну, сейчас я смотрю, практически там, я не знаю, 80 процентов масел имеют эстеры. И, кстати, указы, их не указывают в МСДС, не регламентированы это, насколько я понял. Так, выбираю данное масло. Сейчас посмотрим, что намерил прибор. Подкорректируем при необходимости. Так, это лимиты. Ну, и смотрите, 122. Также 122 противоизносный. Больше, чем, значит, в 0.30 от Кастрола. Вот. Так, я выставляю 100. Ну, и обратите внимание на щелочное. Вот здесь, мне кажется, есть какая-то вот, хотя и там намерила. 9,1. Смотрите, щелочное. 1,74. Прибор сам намерил. Вот. Я даже не стал это трогать. Сейчас я значения, которые ушли там в отрицательные какие-то, подкорректирую. Там, вводу тоже подкорректирую. 9,1 и 1,74 кислотное. В принципе, очень похоже при наличии там небольшой эстер. Ну, это может быть. То есть, я даже не стал. Он занижает, бывает, значение прибор. Но вот, чтобы завышал, я вот, честно говоря, не сталкивался. То есть, на одном известном сайте намерили 7,1. Но, я думаю, или ошибка там, или это что-то переделали по рецептуре, мне кажется. Может быть, это какой-то допуск там. Добавили там свежий. Не знаю. Так, значит, все. Эталон создан. Значение я вам показал. Смотрите, по маслу это уже то же самое. 621 тысяча пробег. Общие автомобили 6,100 на этом масле, 26 средняя скорость. Ну, и топливо, Газпром, нефть, G-Drive 95. Ну, и смотрите. А здесь уже картина совершенно другая. Противоизноска продолжает срабатываться. Гликоль 0,2. Но гликоль, это может быть от незамерзайки. И посмотрите, нитрование сильно нарастает. И окисление. Тут похоже на какой-то уже перекат масла. Правда, сажи не так много. 0,03%. Но вот окисление и нитрование, это такие тревожные знаки. Они же тащат за собой и щелочное. В принципе, кислотное на том же уровне, что у первого масла. Но вот щелочное просаживается и прилично. Значительно сильнее, чем на ИЧХ8. Так. Ну, не трава, это богатая смесь, а окисление, наоборот, по идее, бедное. Ну, здесь что-то уже такое, да, с маслом. Деструкция какая-то происходит приличная. Сейчас я покажу вам сравнение вязкости АМЛ. Свежие закладываю отработку. Ну, и будет видно. Так. АМЛ, кстати, приобретался на сервисе из бочки. Опа! И смотрите, какая ситуация. Но здесь явный перекат. Масло начало уже загущаться. Это характерно для переката. То есть здесь вот это нитрование. Уже образуются нерастворимые соединения, и они загущают масло. Здесь видно, да, все. Было разжижение, я думаю, так же, как и в первом образце. Но уже вот в другую сторону пошел процесс. Да, не забывайте отметить видео, подписаться. Кто не подписался, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну, и вот две таблички с оценкой ресурса. Возможно вот так. Смотрите, HX8 369 моточасов, возможных при данном режиме эксплуатации. Значит, АМЛ. И если сравнить с предыдущими маслами, ну, здесь видно у АМЛ, посмотрите, 319 по нитрованию. Видно, что здесь оно убивается нитрованием значительно быстрее. По вязкости одинаково. Ну, там, и там, и там примерно 20 процентов изменения. Но просто в одном случае это разжижение, в другом загущение. Вот. И очень странно, что ультра отработало настолько хуже. Но здесь может оказать влияние существенное. Это значит нитрование, то ли воздушный фильтр забитый, то ли еще что-то. Но у меня появилось вот такое сомнение, что может быть, может быть, в бочке поддельное масло. Что поставщик этого сервиса, если это не официал, поставляет какую-то имитацию шела. То есть, какой-нибудь условный там недорогой синтек заливают в бочке и предоставляют. Вот у меня такая идея возникла, потому что слишком большая разница. Вот. И еще одно наблюдение. Посмотрите, средняя скорость. Чем ниже средняя скорость, тем дольше работало масло. То есть, ну, если можно так предположить, что чем выше обороты, тем быстрее масло. Естественно, выше температура масла. Потому что вспышки, чем больше тактов вспышки, тем выше температура масла. Оно медленнее охлаждается. Вот. И чем выше обороты, тем меньше масло живет. Поэтому смотрите, что здесь было на HX8 21,7 км. Средняя скорость 369 моточасов. На HX26 средняя скорость 268 моточасов. А на Mobile ESP, ну, там, правда, прикатка была. Там вообще какие-то минимальные значения. Вот. Но там скорость 38 была. Так что, не знаю, напишите, что думаете по этому поводу. Ну, вот такой получился результат. Сами все видели. Благодарю Сергея за предоставленные образцы, за поддержку канала. Все, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.